Пеногенератор Итак, сегодня я хочу рассказать о том, как разбирается данный пеногенератор, из чего он состоит и как поменять таблетку. Что такое вообще таблетка? Вот, как видим, уровень при тестировании пеногенераторов я заполнял его полностью. С тех пор я помыл машину дважды и, как видим, где находится уровень, то есть вот этого количества концентрата, разведенного с водой, хватает на две помывки машины. Итак, для разборки пеногенератора нам понадобится ключ на 22, откручивается задняя часть, я уже открутил, чтобы ускорить процесс. То есть вот, разбираем заднюю часть, это штуцер, переходник. Данные переходники, я так думаю, продаются отдельно, и тем самым с помощью переходника можно подружить с какой-то другой мойкой. Нужно смотреть, на Алиэкспресс по-любому есть эти переходники, на другие мойки. Итак, снимается задняя часть, она полая, тут никаких жиклёров, никаких распылитель, ничего нет, просто как подающая часть. За ней стоит жиклёр. За этой частью стоит жиклёр, распыляющий. Они также меняются, также сменные продаются. У меня в комплекте шёл дополнительный жиклёр. Я попробовал и с родным жиклёром, который был уже установлен, и с дополнительным, который был отправлен мне продавцом, но в качестве подарка, я так понял. Так вот, второй жиклёр, который отправлен был в качестве подарка, с ним расход пены стал намного меньше. То есть, густота нанесения пены осталась та же, но уменьшился расход. Далее, передняя часть. Для того, чтобы её разобрать, нужно выдавить шплинт. Можно гвоздём, либо шилом. Просто берём, выдавливаем, он выходит. Посажим достаточно плотно. Далее, снимается передняя часть. Это регулирующая насадка, которая регулирует сдвижение сопла. То есть, вот, видно. Она вращается и тем самым затягивается или ослабляется, регулируя зазор. Дальше. Передняя часть также разбирается на две части. И под ней стоит таблетка. Вот эта таблетка как раз и отвечает за распыление. Достать её можно шилом, либо саморезом. Сейчас возьму саморез. Просто берём саморез, вкручиваем его в таблетку и достаём. Вот что представляет из себя таблетка. Они также продаются, сменные есть на Алиэкспрессе. Не знаю, зачем их менять. Наверное, они спустя какое-то время засоряются, если вы не используете фильтр для очистки воды. Вот, собственно, и всё, из чего состоит данный пеногенератор. Но вот эту часть я снимать не буду. То есть, возможно, при каких-то засорениях можно снять вот эту часть и прочистить. Мы этого делать не будем. Моя задача была показать, как меняется эта таблетка. Подтягиваем. Собираем всё в обратной последовательности. Не забываем вставить шплинт. Ссылочку на данный пеногенератор продавца я добавлю к описании видео. К покупке рекомендую. Вещь отличная. Своих денег точно стоит. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного и нового. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok